Правительство направит дополнительные 20 миллиардов рублей в фонд содействия реформе жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сегодня заявил Владимир Путин в Обскове на заседании президиума Совета по местному самоуправлению. Глава правительства особо подчеркнул, что проблему обновления ЖКХ нельзя решать за счет населения. Премьер-министр провел также прием граждан и обсудил с представителями общественных организаций важные политические вопросы. Подробности в репортаже нашего корреспондента Сергея Гапонова. Вряд ли можно было найти более подходящее место для совещания по развитию местного самоуправления, чем Псков. Во-первых, этот западный российский регион имеет богатые исторические традиции самоуправления, заложенные еще во времена средневековых Псковских вечер. Ну а во-вторых, область и сегодня один из лидеров по количеству и по активности независимых общественных организаций. С активистами нескольких таких организаций и проектов Владимир Путин встретился в общественной приемной партии «Единая Россия». Среди них оказались участники интернет-сообщества «Убитые дороги Пскова». Название красноречиво говорит о том, какие проблемы волнуют молодых людей. Сделать некий информационный ресурс, который будет неким народным контролем, чтобы каждый человек мог зайти, добавить проблемную дорогу, рассказать, что не так и следить дальше за ремонтом дорог. У нас есть общественные инспекторы, которые уже сейчас ходят по городу, фотографируют и заполняют сайты дорогами и контролируют, как делают ремонт. То есть фотографируют во время ремонта. И после ремонта выкладывают фотографии. Здорово. Ну и очень важно. Я не уверен, что везде хотят контролировать официальную структуру. И точно не везде могут контролировать. Если такое дополнительное, дополнительные возможности появляются, то администрация области должна быть в этом только заинтересована. Борцов с плохими дорогами интересовало их будущее, как сообщество, не зарегистрированного официально. Мы сейчас существуем только в социальной сети. То есть у нас нет оформленных отношений, то есть мы не зарегистрированы как общественная организация. Вот можем ли мы войти в Координационный совет Народного фронта в таком виде, какие мы есть? На мой взгляд, не принципиально, зарегистрирована у вас организация или нет. Важно, что она занимается конкретным живым делом. И не должно быть никаких организационных бюрократических препятствий для организации подобного рода. Оно у вас фактически существует. Я думаю, что вот из этого и надо сходить. Так что это возможно, ваше участие в этой работе. И даже более того, не только возможно, а будет правильным, если вы примете в ней участие, потому что то, что вы делаете, конечно, крайне важно. Общероссийский Народный фронт, по словам Владимира Путина, должен вовлечь в себя прежде всего именно таких активных, неравнодушных граждан и общественные организации. Мне бы очень хотелось, чтобы и сама Единая Россия ожила за счет новых идей, новых людей, новых лиц. И чтобы многочисленные организации, формальные и неформальные организации, получили бы возможность через инструменты Единая Россия не только заявить о себе, не только продвинуть какие-то свои идеи, но и продвинуть своих людей, представителей этих идей, в муниципальные, региональные и федеральные органы власти и управления. Владимира Путина спросили о его отношении к возможному существованию в России сразу нескольких народных фронтов, созданных разными партиями. То, что кто-то еще создает, что-то подобное, это право каждой политической силы, здесь нет ничего особенного. И, честно говоря, даже не предполагалось, что предложенный на Российский народный фронт как пылесос абсолютно все политические структуры, все направления, все группы по интересам политическим, все в себя все это аккумулируют. Все-таки у нас должна быть достаточно яркая палитра политической жизни. Но это, во-первых. Во-вторых, все, кто делают что-то потом, всегда копия, это реплика с оригинала, она не может быть лучше оригинала. Это всегда, они все повторюшки и какого-то серьезного движения там, конечно, ожидать, видимо, не следует. Возможно, в Народном фронте окажется и Псковская общественная некоммерческая организация Бюро социальных технологий. Она тоже начиналась с интернет-сайта, а сейчас разрослась фактически в консультационный центр, где все желающие могут получить информацию по любым вопросам, связанным с ЖКХ. На этом сайте общаются эксперты, люди с собственным опытом, активисты. Там можно получить ответ на любой вопрос от человека незаинтересованного, кто не зарабатывает на этом. И там можно, в конце концов, выполнить ваше постановление о раскрытии информации. У нас для того, чтобы отремонтировать имеющийся жилой фонд, по предварительным подсчетам нужно более 3,5 триллионов рублей. А для того, чтобы отремонтировать инфраструктуру, еще более 6 триллионов. Все, что связано с реформами ЖКХ, как раз и направлено на то, чтобы создать наилучшие условия для этой работы. Тем, чтобы деньги, а деньги немалые государственные, не исчезали бесследно, а чтобы они эффективно работали. А для того, чтобы они эффективно работали, нужно понимать, куда они должны быть вложены, кем они тратятся и как. Сколько стоит та или другая услуга. Это должно быть все в открытом виде. Это не секретная информация, это не Министерство обороны, не разведка. Пускай покажут. А граждане имеют право проверить и сравнить с другими подобными услугами и стоимостью других подобных товаров в регионе прямо здесь. О проблемах ЖКХ премьер-министр услышал не только от активистов Бюро социальных технологий, но и от одного из граждан, не входящих ни в какие сообщества. Управляющая компания, она не чистит снег с крыши. Вот что получилось. У меня как бы соль. Ну чего, дождь пошел. Ну что это за компания, которая обслуживает дом? Как она называется? Ого, наш дом. Да, наш дом. Согреться не нужно? Нет. С определенной долей аронии. Я думаю, что в таком состоянии нельзя оставлять. Это будет протекать каждый год. Это каждый год. Это каждое место. Непрерывная работа по благоустройству городов – это одна из важнейших задач муниципальных органов. Об этом премьер-министр говорил уже на совещании в Псковском Кремле. В ближайшее время муниципалитеты во всех российских регионах получат значительные средства на благоустройство городов. Будут приняты поправки в налоговый кодекс. Мы практически целиком в объеме 90% передадим муниципалитетам дохода от патентов. По предварительным подсчетам, при эффективном использовании патентной системы в бюджеты местного самоуправления должны поступить миллиарды рублей. Это в десятки, а может быть даже в сотни раз больше, чем сейчас. У муниципалитетов появится мощный инструмент пополнения бюджета. Как он будет использован, конечно, зависит только от руководителя. Один из крупных проектов, который, по словам Путина, имеет прямое отношение к муниципальному развитию и требует повышенного внимания, это модернизация российской школы. В предстоящие два года федеральный бюджет выделит не менее 120 миллиардов рублей на улучшение обучения школьников. Уже с первого сентября этого года фонд оплаты труда педагогов должен вырасти в среднем на 30%. Премьер-министр обратил внимание на состояние парка общественного транспорта в российских городах. Парк, по словам Путина, значительно устарел. И его дальнейшее использование – это теперь не только вопрос комфорта, но и прежде всего безопасности граждан. Сразу после совещания Владимир Путин посетил несколько псковских дворов, посмотрел, как они благоустроены и поговорил с жителями. Нравится, как делают? Очень нравится. Должно быть красиво и удобно. Спасибо. Для малышей вам все здорово. Ну да, для малышей хорошо. Вам тоже нравится? Да. Владимир Путин пообещал псковичам, что муниципальные власти будут продолжать работу по благоустройству улиц и дворов. Сергей Гапонов, Роман Михайленко, Первый канал, Псков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова